Всем привет! С вами канал Maros Life. Кто не в курсе, меня зовут Игорь. Я живу и работаю в Чехии уже больше двух лет. И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать и поделиться с вами своим опытом продления рабочей карты и продлением визы, точнее, долгосрочного пребывания уже для нашего ребенка. Итак, начнем, ребят, с рабочей карты, потому что это важный документ для продления и пребывания нашего здесь в Чехии. Поэтому начнем с нее. Итак, первое, что нужно было из каких документов, это зеленая анкета. Буду вам показывать вот такого вот плана, такой вот образец. Здесь это стандарт, это жадость у замысленской карты, оповолы, непродолжение. То есть выбирается здесь те пункты, которые вас интересуют. Конкретно нас это был пункт продления. И заполняются все данные, как и на подачу рабочей карты. Все аналогично, только обязательно не забудьте поставить галочку о продлужении. То есть второй пункт, не о поволении, как изначально в первом пункте делалось на подачу карты, а о продлужении. Ну а дальше заполняются все данные вашего работодателя. И соответственно ваши данные. Как заполнять эту рабочую карту. То есть ту жадость, было видео у нас ранее, поэтому можете переходить смотреть. Все аналогично, ничего сложного нет. Следующий пункт, важный для продления на рабочую карту. Это договор о работе. Он же называется процовни смлова. То есть такого плана, там уже составляет ваш работодатель, где указано, кто ваш работодатель, сколько вы будете зарабатывать. Обязательно это нужно будет в этой информации. И указать нужно, сколько вы будете часов работать в неделю. Как правило, это минимум 37,5, максимум 40. И разные там приспевки, то есть разные бонусы. То есть такой вот вариант нужно будет обязательно предоставлять в магистрат, в ОАМ. Я, естественно, оригиналы оставлял у себя. То есть сделал заверенную копию на почте и их, соответственно, отдавал. Следующий пункт, это разрешение владельца квартиры. То есть по-другому это доклад подтверждения, заиштения, убытования. То есть вот такой вот бланк. Тут тоже в нем ничего сложного. Здесь указывается фамилия, имя хозяина вашей квартиры. И вот там данные, паспорт, дата рождения. На какой период он его сдает. Как правило, это делается на один год. Ну и дальше цезинцы, которые будут проживать. То есть на каждого человека должен быть один бланк. То есть в нашем случае три человека проживают в квартире. Соответственно, три бланка таких должно было быть. Ну и четвертый пункт, это марки, колки в размере 2500 крон. Покупаются они на почте заранее. То есть на каждого человека 2500 крон в виде марок. Там по 1000, по 500 это нужно обязательно. То есть это что касается рабочей карты, скажу сразу по срокам. То есть у нас карта заканчивалась в начале февраля. Мы за три месяца до окончания карты, то есть в декабре, в начале декабря, сделали подачу. Предварительно сначала сделали онлайн регистрацию. Либо онлайн, либо по телефону. На магистрат позвонили. Вам назначили дату подачи. Потому что подавать документы нужно лично. Можно, конечно, сделать еще и этой почтой. Но если вдруг какие-то документы не хватает, нужно будет довозить. Соответственно, ваша заявка рассматриваться не будет. Но мы сделали это личное присутствие. То есть мы поехали, отвезли все документы. И еще брали мы с собой на всякий случай договор о съеме квартиры. Но он не понадобился. Им, по сути, достаточно было этого подтвердения и заиштения бытования. В том, что нам сдает чех квартиру. То есть и в принципе все. Так что возвращаясь к срокам, скажу так, что по срокам примерно рассмотрение было месяц. То есть мы 1 декабря подали документы все. И уже после нового года, это 4-5 января, мы уже получили подтверждение о том, что у нас уже одобрено наше пребывание в Чехии. Я, честно, был удивлен, что так быстро это все сработало. Ну а потом уже опять же нужно было назначить дату на биометрию. После того, как сделали биометрию, еще дается месяц, чтобы на изготовление самой карточки. Карточка выглядит вот таким вот образом. То есть это вот новый формат. Здесь уже указывается, по сравнению с предыдущим вариантом, то, что это уже замысланская карта, а не по волонек, другодобному побыту, как было раньше. Здесь уже указывается ваше родное число. Вот. И, в принципе, вместо рождения, как было на старой карте, то есть все аналогично. То есть такая вот система. Так что мы уже с картой. Мы уже продлили еще карту на 2 года. Ну а теперь переходим к долгосрочному пребыванию на ребенка. В случае долгосрочного пребывания на ребенка здесь чуть-чуть другой пакет документов. Больше документов нужно собирать. Ну и первое – это анкета. Анкета тоже зелененькая. Выглядит вот таким вот образом. Здесь тоже ничего сложного нет. Здесь указываются данные о поволоне к долгодобому побыту. То есть это вторая галочка. Если кто не в курсе, можете посмотреть, как это выглядит. То есть первое – это поволоне к тревалому побыту. Второе – это поволоне к долгодобому побыту. То есть заполняются вот эти данные. Дальше фамилия, имя. Данные все ребенка. То есть ничего сложного нет. Она аналогична, как и на визу. Все один в один практически. Второй пункт – это страховка. Обязательно нужно вам купить страховку на максимальный срок. Плюс нужно иметь при себе старую актуальную страховку. Потому что мы досылали. У нас был такой опыт, что мы ее не взяли. И нам нужно было досылать почтой старую страховку. То есть что здесь по страховке? Мы брали на 2 года. Почему на 2 года? Потому что ребенку хотели получить максимальный срок долгосрочного пребывания также на 2 года. Соответственно, на какой срок будет страховка, на такой срок вам и сделают пребывание. То есть если бы вы сделали на год, то у ребенка долгосрочное пребывание было бы на год. Если сделали на 2, соответственно на 2. Старую страховку на тот момент, пока мы делали подачу, то есть 1 декабря, она еще действовала, естественно. И нам нужно ее тоже было доложить. Но это мы уже сделали потом по почте. Что еще нужно? Это 2 фотографии. Актуальные, то есть на тот момент, сколько ребенку или сколько там жене, мужу. Потому что пакет документов практически один в один. Поэтому сделали фотоателье. Фотографии 2 штучки. И тоже их потом досылали. Потому что мы изначально приехали туда, и нам сказали, что фотографии нет. Соответственно, документы нас приняли. Но нужно было дослать эти все моменты, которые мы не привезли с собой. Следующий пункт, это также доклад подтверждений о заистине и убытовании. То есть такой же пункт, как и на рабочую карту. Он обязательно нужен только уже на ребенка. Ну, либо опять же, если вы там делаете пребывание на жену, мужа, то тоже это все нужно сделать. Обязательно также его заполняете, отдаете либо копии, либо заверенные копии на почте, либо оригинал, как вам удобно. Мы делаем всегда заверенные копии, потому что оригиналы всегда хранятся у нас, для того, чтобы, если вдруг на всякий случай какие-то вопросы, у нас это все на руках уже имеется. Следующий пункт, это контракт рабочий и родителей. То есть у нас 2 родителя работают в Чехии. Соответственно, 2 контракта нужно было отправить. То есть вот эти працовные службы, тоже делали заверения, копии их. И их, соответственно, отправляли туда уже, на магистрат, на полицию. То есть они им нужны. Помимо этого, они еще запросили справки о доходах за последние 3 месяца. Также 2 родителей. То есть это показывает сумму, которую мы зарабатываем. Показывает на то, возможно ли ребенку здесь пребывать. То есть хватает этих денег или нет. Справку эту можно запросить у вашего работодателя. Любой работодатель обязан ее выдать. Так что с этим проблем никаких нет. Можете отдавать ее в оригинале. Можете делать заверенную копию, как вам удобно. Но и еще один пункт, который потребовала полиция, это договор о аренде жилья. То есть здесь уже у ребенка потребовался этот документ. Поэтому сделали этот договор, отдали. Прописано, кто проживает, кто снимает, сколько денег и так дальше. Ну и в случае ребенка, это марки в размере 1000 крон. То есть покупаете тоже на почте и отдаете их сразу в магистрате. То есть это все предоставили и опять же ждали тот срок. Получилось все аналогично, как и у нас. То есть у ребенка также была такая же карточка. То есть сделали тоже биометрию, сделали отпечатки пальчиков, подписалось и все. Так что теперь у нас пребывание у ребенка на 2 года. У нее теперь свой пластик. Никаких виз не надо. Но самым важным здесь фактом является, опять же повторюсь, это страховка. Как правило от нее магистрат либо полиция пляшет. То есть на какой срок будет страховка, на такой срок и будет у вас пребывание, либо карта. И что интересно, у ребенка на карте уже указано, что она может работать. То есть понятно, что это шаблон единственный для всех. То есть там указано, что есть возможность работать. Поэтому кто интересовался вопросом по пребыванию, можно ли работать, да, уже можно работать. И там уже это все указано на вашей карте. Так что, ребят, вот такая вот информация, которую я хотел поделиться. Надеюсь, она была для вас важной и полезной. У кого были вопросы, думаю, все вопросы закрыты. Если остались, конечно же, пишите в комментариях. Постараюсь на все ваши вопросы ответить. Ну а с вас, как всегда, лайк, подписка, репост. И увидимся уже в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.